Здравствуйте, в эфире АТВ, программа «Актуальная тема». Меня зовут Чингис Ачиров и сегодня у нас в гостях Геннадий Буинтуев, директор Центра по гражданской обороне и защите населения территорий от случайных ситуаций. Геннадий Буинтович, здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. В апреле этого года у нас в республике открылся единый центр вызова экстренных служб. Можете сказать, что это за центр, что за система 112 и чем она отличается от прошлых номеров, таких как 01, 02 и 03? Здравствуйте. В апреле текущего года в республике открылся центр обработки вызовов системы 112. Принцип работы центра работает по принципу одного окна. То есть, это самый часто задаваемый вопрос, а почему нам не позвонить на номер 01, 02, 03? То есть, звоня на номер 112, гражданин сразу получает помощь от нескольких оперативных служб. То есть, не нужно задумываться в той или иной ситуации, кого лучше вызвать. Пожарных, скорую помощь, полицию или это проблемы, связанные с ЖКХ. То есть, позвонив по одному номеру, мы получаем доступ ко всем экстренным оперативным службам. И действительно такой вопрос, а почему бы не позвонить сразу на 01, 02 или 03? Но здесь есть несколько вариантов. Допустим, это подростки или дети, оказавшиеся в сложной ситуации, которые на месте не могут сориентироваться, какую службу действительно вызвать, в чем случилось, в чем требуется решение проблемы, в чем беда. И поэтому наши специалисты, уже отрабатывая заявителем с позвонившим и анализируя его проблему, уже сами на место направляют необходимые экстренные службы. Вот по такому принципу работает система 112. Для этого она предназначена. То есть, это как проводник, да? Сначала звонят вам, вы уже передаете в нужное ведомство, да? Да, да, да. В нужное ведомство направляем уже, ориентируем эти службы, соорганизуем их, также осуществляем контроль за выездом данных оперативных служб. Время выезда, время прибытия, сколько человек работает, необходимо ли там дополнительное наращивание сил. Вот у нас в Бурятии центр работает не так давно, а вот сейчас вот насколько сильно развивается этот центр и в целом вот сколько территорий он уже покрывает в республике? Да, как я говорил, уже с апреля текущего года в республике открыт центр обработки вызовов, в том, пока он работает на территории только города Луну-Дель, введен в опытную эксплуатацию. В дальнейшем система планируется, планируем развитие системы на территории всей республики, то есть до конца 2019 года подключим 11 районов и в конце 2020 года еще 11 районов. Сейчас система работает только на территории города Луну-Дель и доступна для операторов сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком. К концу года планируем подключить оператора Теле-2, и то есть уже эта услуга будет доступна для жителей, которых пользуется данным набором Теле-2. В целом, какая нагрузка сейчас идет на службу, как часто звонят, в какое время чаще всего звонят? Можете об этом сказать? В настоящее время среднесуточная нагрузка поступает порядка 300-350 вызовов в сутки за сутки. Пиковая нагрузка приходится с 18 до 23 часов, ну и в преддверии выходных дней. Ну, в дальнейшем бы, как я уже говорил, при подключении номера Теле-2 и при нагрузке всей республики, конечно, количество звонков увеличится. Вот так много звонков в сутки, вот можете рассказать преимущественно о чем они, с какими вот вопросами люди звонят? Ну, тут надо немножко разграничить. Вызовы делятся на реальные и на, так скажем, ложные, справочные, детская шалость. Большое количество поступает, конечно, ложных звонков. Ложные звонки, если к ним отнести, это проверочные. Допустим, при покупке сотового телефона проверяют его работоспособность, набирают номер 112, так как сотому телефону сим-карта не требуется. Бывают случаи, когда детям дают поиграть телефон, также набирается номер 112. И вот в этих моментах это относится к категории ложных. А из реальных звонков, где необходима помощь гражданину позвонившему, очень большое количество вызовов идет по службе 03, то есть по службе скорой помощи. Затем идут полиция и пожарные. Но также достаточно большое количество звонков, связанных с проблемами, связанными с ЖКХ, то есть на едино-диспетчерскую службу. Можете рассказать о сотрудниках центра? Кто там работает? Какие специалисты? В целом, какие требования нужны для того, чтобы работать в службе 112? В службе 112 основным требованием это умение работать, реагирование, реагировать на экстренные случаи, когда с человеком необходимо разговаривать, выяснить у него все обстоятельства происшествия, беды, которые с ним случились. И на обратной связи это люди, которые, оказавшись в беде, у которых в экстренной ситуации они могут путаться в адресе, в характере происшествия. То есть у оператора лежит задача выяснить максимальную информацию, необходимую для принятия мер. Оператор должен обладать большой стрессоустойчивостью, потому что люди звонят разные, как я говорил, оказавшись в беде, человек может там и сумбурно объяснить, а не совсем корректно. То есть этот вызов необходимо принять, грамотно, профессионально его проанализировать, ключевое слово проанализировать и уже выяснить, какие необходимы экстренные службы для реагирования на то или иное происшествие. А вот сколько человек вообще работает сейчас, кстати? Сейчас в смене у нас по пять человек, главный диспетчер, два диспетчера, переводчик и психолог. То есть переводчик и психолог, то есть на разных языках могут принимать звонки, и вот для чего психолог нужен? Можете тоже подробнее. Переводчик. Переводчики у нас это основное требование, конечно, это международный язык, английский, но тем не менее у нас работают специалисты, владеющие китайским языком, так как у нас много туристов, и монгольским. То есть специалисты достаточно квалифицированные. При прохождении туристического сезона в Республике Бурятия уже были звонки на монгольском языке, на английском языке, люди общались. Ну, то есть всем была оказана квалифицированная помощь. По психологу. По психологу это, конечно, отдельные специалисты, это нужны специалисты, которые обладают, я уже говорил, большой стрессоустойчивостью, достаточными профессиональными навыками, которые способны вывести человека из стрессовой ситуации, выяснить у него подробную информацию о характере происшествия, о месте происшествия, что случилось, есть пострадавшие, нет пострадавших и так далее. Ну, и были у нас уже довольно-таки случаи, когда звонят с простыми жизненными, не с простыми жизненными ситуациями, связанными. Буквально недавно был вызов, женщина пыталась покончить жизнь самоубийством. То есть наш психолог вызов принял, был с ней на связи практически всю ночь в телефонном режиме, ее сопровождали, ну, после, конечно, передали в социальную поддержку. То есть была оказана помощь. Потом звонила, благодарила их за оказанные наши действия. А вообще, есть ли проблемы, с которыми сталкиваются службы, вот какие сейчас... Вот что нужно главное сказать горожанам, чтобы эти проблемы, допустим, можно было сейчас вообще устранить? Ну, гражданам пожелать, не пожелать попросить, ну, связанные, как я уже говорил-то, сложными вызовами и детское шалство. Ну, от этого мы никуда не уйдем. От этого никуда не уйдем. Уже у нас определенный резерв на это заложил. Но, тем не менее, эти вызывы, они отвлекают операторов на отработку этих звонков. Отвлекают операторов для принятия других звонков, где реально требуется помощь гражданину. Только так, только пока в таком моменте. Давайте сейчас четко подытожим, в каких случаях нужно звонить и набирать 112. Служба 112 предназначена для оказания помощи населению в случаях чрезвычайных ситуаций, угрозах жизни, здоровью, происшествиях, болезни. То есть, все звонки, которые адресуются в полицию, в скорую помощь, в пожарную охрану, в единую диспетчерскую службу, связанную с проблемами ЖКХ, в службу антитеррор. Вот эти направления – это наша специализация. Ну, как еще раз повторюсь, что служба заработала недавно. Вот какие сейчас есть планы, кроме захвата, ну, республики полностью захвата, какие еще есть планы на ближайшее время? На ближайшее время у нас разработана дорожная карта, в соответствии с которой в конце этого года мы подключаем 11 муниципальных образований к системе 112, а на следующий год оставшиеся 11 районов. И в 2021 году уже планируем ввести в промышленную эксплуатацию систему 112 на всей территории республики. Вот основные наши планы. Ну, получается, если вы как проводник между 0.1 и 0.2 и 0.3, можете составить, можно сказать, рейтинг, куда чаще всего обращаются люди? Какую службу они хотят изначально дозвониться? Большее количество звонков – это, конечно, служба скорой помощи. Скорую помощь. Для этого во взаимодействии с Минздравом республики Бурятия у нас отработан механизм, потому что эти вызывы достаточно специфичны, начиная от рези в животе, головных болей и так далее, то есть где требуется помощь узких специалистов. Для этого у нас организована конференц-связь со службой 0.3, то есть уже непосредственно абонент, позвонивший на наш номер, мы его переключаем на службу скорой помощи, где уже специалисты оказывают квалифицированную помощь и сами уже определяют, какую именно бригаду направить на то или иное происшествие случаев. А вот вы говорили о ложных звонках, а бывают ли, ну, поступают ли звонки фейковые, то есть там заложенные бомбы, которых нет, ну, что-то такое, были такие звонки? Ну, пока в наш адрес таких звонков не поступало, но все алгоритмы отложены по действиям наших операторов по тому или иному событию, то есть в ту или иную службу перенаправляется этот вызов. Службу антитеррор, полиция, там, естественно, там задействованы все службы, и пожарная, скорая помощь там. А вот в целом, можете сказать об условиях? Ну, какая атмосфера царит в самом центре? Какие условия для работы? Ну, центр открылся, сейчас созданы максимально комфортные условия для работы. Работа эта круглосуточная, график смены, то есть оператор круглосуточно находится на смене в дежурном зале, у нас просторный диспетчерский зал, оборудован на 10 автоматизированных рабочих мест, оборудованы спальные помещения, имеется кухня, столовая для приема пищи, бытовые помещения. То есть, ну, в настоящее время условия созданы достаточно комфортно. Ну, и вернемся к задачам, к целям вообще создания такого центра. Помимо удобства, что это всего лишь один номер, какие еще вот есть цели, для чего он был создан? Наверное, для разгрузки, да, основных ведомств. Что еще, ну, чем полезны службы? Да, ну, это основной принцип работы, это принцип одного окна. Принцип одного окна, как я говорил, это начиная с подростков, которые могут обратиться, где позвонившему не стоит задумываться. Вот я вызвал полицию, а может быть еще нужна скорая помощь, или может быть нужны тут еще пожарные. То есть, позвонивший абонент нам передает информацию, и уже оператор ее анализирует, направляет на происшествие соответствующие службы. Затем это организации взаимодействия между службами. То есть, все заинтересованные ведомства, да, которые направляются на происшествие, они видят информационную карточку, которая направляется в их адрес. То есть, там указаны и уже данные заявителя человека, который сообщил о происшествии, контактный телефон, обстоятельства происшествия. То есть, это у оперативных служб тоже нет необходимости перезванивать и уточнять характер, грубо говоря, повторяться, что у вас случилось, для чего нам надо ехать. То есть, это все уже информация отображается, программное обеспечение позволяет это уже экстренному оперативному службу видеть. А адрес также, да, видно сразу, откуда звонили? Да, определяется геолокация, позвонившую в его местонахождение. Есть такая техническая возможность. Буквально недавно у нас был случай в офисе, когда к нам приходили дети и попросили позвонить в скорую. Они думают, что звонки от детей не принимают. Такие службы, вот насколько это правильное? Или действительно есть такое, что от детей не принимают? Нет, это в принципе неправильно, что не принимают от детей. Никаких абсолютно ограничений нет. Система 112, наш диспетчерский персонал, отрабатываем абсолютно все вызовы. Как я уже говорил, отрабатываем даже ложные вызовы, случайные вызовы. Будь то проверка телефона на работоспособность при покупке, пусть то ребенок случайно нажал. Мы обязательно перезваниваем и уточняем, что случилось, требуется ли помощь или нет. За все время работы сейчас в республике, можете рассказать о каких-нибудь, привести интересные примеры о том, какие звонки поступали уже? Как я уже говорил, в пик туристического сезона летом много поступали звонки от граждан Монголии, отбились от туристической группы, не можем сориентироваться, как нам проехать в консульство, как нам найти группу. То есть, да, вот эти звонки тоже отрабатывали. Были случаи звонков от граждан, когда собака застряла между плитами, не может вылезти, сплит, лает. То есть, то, что были организованы на такие моменты. Как я говорил, уже и бывают довольно-таки сложные звонки, связанные с горем, с бедой, попытки суицида и так далее. Были какие-нибудь сообщения о разбойных нападениях? В сломах? Да, конечно, это отдельная категория звонков, где буквально от времени реагирования зависит, как и в дальнейшем раскрытие преступления. Для этого с МВД у нас заключено соглашение, где мы буквально сразу же переводим звонок на службу 02, и уже диспетчер 02 задает уже специфические вопросы по характеру происшествия, приметах, направлениях, куда побежали подозреваемые и так далее. То есть, довольно такой объемной информации, чтобы не терять время, на расспросы автоматически переводим на службу 02, касаемо чашки преступлений резонансных. Вот 350 звонков, да, Вы сказали, поступают в сутки. То есть, все эти звонки принимают 5 человек на смене? 5 человек, да. А требуется ли какое-нибудь пополнение штата, или в принципе 5 хватает? Как я говорил, основная пиковая нагрузка приходится с 18 до 23 часов. Тут, конечно, уже работаем в максимальном режиме. Но при дальнейшем развитии системы 112 сейчас решается вопрос, прорабатывается вопрос об увеличении штата. Вообще планируем, когда подключится вся республика, это среднее количество взрывов, это порядка 2-2,5 тысяч звонков в сутки. Как я понимаю, сама инициатива федерального масштаба, то есть одновременно с Бурятией во всех регионах, да, России? Да, конечно, это предусмотрено федеральным законодательством. По всей России система внедряется, некоторые регионы уже вошли в промышленную эксплуатацию, система работает, показала себя с положительной стороны, как я уже говорил, это по принципу одного окна и по различным вопросам, кроме звонков, связанных с реальными происшествиями, еще поступают звонки конституционно-справочные, так называемые. Это как позвонить в тот или иной отдел полиции, как позвонить в ЖКХ, какая больница дежурит. То есть довольно большой объем таких звонков поступает. И вот по поводу охвата, откуда можно позвонить службу и дозвониться? То есть не только в Улан-Удэ, за пределами республики можно попасть на основную линию? Да, сейчас программное обеспечение позволяет, как я уже говорил, в опытной эксплуатации система 112 работает на территории города Улан-Удэ, где непосредственно позвонившие попадают в центр обработки вызовов, и этот вызов принимает диспетчер. Находясь в другом районе республики, не важно в каком, набирая номер 112, мы попадаем сначала на автоответчик, где предлагается позвонить в ту или иную службу по действующим номерам 01-02-03. При прослушивании данной информации система переводит звонок на единую диспетчерскую службу района. Допустим, в каком районе находимся, в Баргузинске, не важно какой, мы попадаем в единую диспетчерскую службу и туда уже сообщаем о случившемся происшествии. То есть это даже сейчас, да? Да, сейчас, сейчас. Программное обеспечение позволяет это сделать. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо еще раз, что вы к нам заглянули. Это была программа «Актуальная тема». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok